Виновато ли я, виновата ли я, виновата ли я, что люблю, виновата ли я, что за семь продала, то, что папа купил по рублю. Дорогие друзья, СМАК на Первом канале. У нас в гостях сегодня Ольга Шелест. Ольга, доброе утро. Здравствуйте, друзья. У вас нюхают там всякие травы вкусные, которые у вас там стоят. Ольга, это после ремонта осталась. Побелка? Побелка осталась. Собранная в баночку. Друзья, Ольга Шелест сегодня у нас в гостях. Красавица, телеведущая, актриса. А не будем, да, не будем. Да, Ольга, может быть, вы не помните, но вы снимались. Была пара микроэпизодических моментов в моей жизни. Ольга, спасибо огромное, что вы к нам сегодня пришли. Можно идти? Нет, Ольга, пока еще идти не нужно. Расскажите, пожалуйста, я знаю, я знаю о том, что вы готовите. Вы иногда готовите. Я знаю, что чаще всего в вашем доме готовит ваш супруг. Да. Человек, в руках которого стоит ему взять в руки камбалу, она становится печеной тут же. Совершенно верно. Но тем не менее, а что мы сегодня будем готовить, Ольга, с вами? Что мы будем сегодня готовить? Ну, собственно, пришлось мне потрясти с утра мужа и расспросить у него разные какие-то интересные рецепты, которые я могу предоставить нашим телезрителям. И мы решили с ним, что на самом деле в нашей стране почему-то вот не облагорожена культура теплых салатов. Почему-то у нас все время холодное. Согласен. Хранится всегда в холодильнике, естся на следующий день. А вот чего-нибудь такого теплого, горячего. И, между прочим, это на самом деле очень хорошая идея, потому что очень часто гости ходят непрошенные в гости. А на самом деле можно приготовить одно блюдо, одним блюдом угостить, чего-нибудь в неделю к тебе ходить не будет. Скажешь, там так угощаешь, что лишних пара килограмм нам не ждет. Значит, мы говорим про блюдо, которое называется теплый салат. Теплый салат – это будет один салат. И что еще будет? И теплый салат будет другой салат. То есть у нас два теплых салата. Широ, наверное, да. Друзья, два теплых салата, а только широ. Первый салат будет, собственно, хлебный. Туда мы еще добавим жареных помидоров. Чего бы нам еще туда добавить? Мы добавим туда каперсов, может быть, чуть-чуть лучка, но я не уверена. Посмотрим по вкусу. И зальем все это вкусным трюфельным маслом. Ах, вот оно что. На самом деле, да, трюфельное масло решает все. Я очень рекомендую всем прикупить бутылочку, чтобы она у вас стояла. Стоять она может долго. И периодически можно так приправить какое-нибудь блюдо. Любое. Все будут, что это, что это. Я прошу вас, поскольку вы являетесь у нас как бы двигателем нашей программы, дать мне задание, творческое, кулинарное задание, что мне сделать. Вот вам хлеб полбуханки нужно разрезать на ровные кубики. Красивые ровные кубики. А корочка нам нужна или нет? Корочка нам, ну нет, конечно, нужна. Есть же люди, которые любят корочки, потому что можно потолще, кстати, резать. Режу вот так. Можно прям, да, еще потолще. Вот так, да? Пусть будут разные кубики для разных жизней. Кубики у всех разные. Совершенно верно. Еще нам понадобятся помидоры. А про второй салат я тоже хочу вам рассказать. Режьте, режьте его. Я режу. А салат будет тыквенный. Он тоже будет теплый. Мы притушим тыкву. Туда мы, значит, добавим изюм, кедровые орешки, глины, уксус, бальзамик, тимьян, кориандр, петрушку. Все это прожарим, протушим. И это будет отличное блюдо, которое можно употреблять прямо сейчас. Прямо подавать в качестве и салата, и в качестве, может быть, даже гарнира. А еще лучше есть его действительно на следующий день. Ольга, а вы не думали о том, что вы могли бы вести телевизионную передачу, связанную с кулинарией? Думала. Ну так вот, друзья. Теперь нам нужна сковорода, в которой мы этот хлеб обжарим. Значит, мы обжариваем хлеб. Ольга, я напоминаю, что гости в нашей программе тоже что-то делают. Спасибо. Чтобы мне такое сделать в самом деле. Спасибо, Ольга. Я думала, тыкву будет как раз срезать и вам. А вот скажите, пожалуйста, Ольга, а мы обжаривать будем хлеб в масле? Чуть-чуть прямо в маслице, прям самую капельку. Можно прям размазать по сковородке пальчиком вот так вот. Пальчиком размазать. Ну давайте дождемся, пока она нагреется, чтобы вы услышали, как я пою. Так, а где же наше масло? Ох, смотрите, как интересно повела себе сковородка. Вот это да! Вот это интересно! Не надо же! Смотрите, сковородка... Обратите внимание, видимо, здесь была сковородка-невидимка, которая сгорела. Ольга, это очень интересно. К нам приходится иногда, ой, Ольга, а ведь это знаменитая пицца из 2067 года. Пицца Терминатора, которая ест Терминатор и его друг Громозека и Железный Дровосек. Ну, сейчас... Ой, слушайте, это красивая вещь. Очень красивая. Запустить это на веревочке и побежать с этим далеко, это может взлететь, и такой будет паленый змей. Ну, это говорит только о том, это плюс в вашей программе, что вы используете абсолютно новые сковородки, то есть они чистые и еще даже совсем не используются. Ольга, мыл кто-нибудь эту сковородку? Вот! Вопрос! А этот нож кто-нибудь мыл? Нож мыл я, а вот сковородку не мыл никто. Пока Иван моет сковородку, я, друзья, расскажу вам немножко о тыкве. На самом деле тыква очень распространенный в наших лесах продукт, но на самом деле очень мало кто делает вообще что-то из тыквы. А ведь тыква может быть выжата как в качестве свежевыжатого сока. Это может быть тыквенная каша, это может быть просто запеченная тыква, это может быть камерлизированная тыква. Сейчас похоже на... Нет, мы не очень правильно расставили, согласны в этом слове. Камерлизиновая. Карамелизированная. Так, хорошо. Резиновая тоже. Да, тоже может быть тыква. Если вы будете готовить вот на такой сковородке Более того, тыкву не будем забывать Тыква же может использоваться еще и в качестве головного убора Для того, чтобы напугать какую-нибудь женщину Она дала мелочь на праздник Имя, которому хэллоу Тыквенные котлеты, тыквенные супы Это все можно готовить Главное понимать и знать, что такое тыква Ольга, простите, пожалуйста Вы сейчас напоминаете мне зодчего Потому что вы из тыква Высекаю Подождите, высекайте Я огонь, только не высекайте Был случай, когда человек так быстро езжу тыкву, что она загорелась Значит, я хочу понять Мы должны это обжарить И зрителям нашим объяснить Должно быть достаточно хорошо обжаренный хлеб Чтобы появилась корочка, чтобы не размокла в салате Совершенно верно Чуть-чуть совсем масла, чтобы как раз хлебушек поджарился Можно посушить в духовке Кстати А у вас есть духовка? Но вкуснее, Ольга Но вкуснее, когда он чуть-чуть пропитается маслицем И это очень вкусно А вот куда вы, кстати, в вашей программе надеваете вот эти все ошметки Просто поскольку мой муж очень много готовит То после его готовки на кухне сплошной погром Я говорю, ну боже мой, ну неужели Джимми Оливер готовит вот так Вот в таком вот свинарнике Он такой оставляет после себя На что мой муж говорит Нет, он смахивает все на пол И поэтому у него кухня всегда чистая Я думаю, что в вашей программе можно так поступать? Конечно Вот видите, женщина плачет И говорит, наша уборщица тетя Рая Еще скажите спасибо, что Оля суп не готовила Ну ладно Ну в общем, обжарите, а там уже... Подождите, Ольга, подождите Подождите, подождите Я, знаете... Иван, поскольку тыква требует мужской силы и мужской страсти Я сейчас... А вы можете... Могу я попросить вас? Да, а я как раз поджарю Я вам дам маслица Потому что его, я думаю, нужно в процессе будет добавлять Значит, скажите мне, как резать тыкву? Тыкву резать... Такими же кубиками? Нет, не кубиками Тыкву мы будем резать пальчиками Ну, в смысле, не пальчиками, а ножичком Но будем резать... Делать из-за тыквы пальчики Ну, в общем, ну как это называется, вот когда вот такая штичка? Ольга, давайте я вам просто... Ломтик! Ломтик! Нет, не ломтик Вот смотрите, вот так вас устроит Да Вот так, да? Брусочек Вот, это брусочек Назовем это брусочком Да Вот так, Оль, посмотрите Вот так, да? Да, совершенно верно Да? Да Бедные Друзья, но не буду скрывать от вас Я знаю еще одну особенность нашей сегодняшней гости Ольги Шелест Ольга не употребляет в пищу ничего, что имеет животное происхождение, да? Совершенно верно То есть то, что... Абсолютно правильно сказал Я абсолютно правильно сказал Вот действительно, в какой момент это произошло? И был ли какой-то, был ли какой-то к этому толчок? Вот, знаете, на самом деле все ведь идет из детства Поэтому наших зрителей я призываю уже сейчас своим детям Ну, не знаю, наверное, учить их, как нужно правильно питаться То есть мы же все выходим с какой-то базы, да? Как мы питались? Макароны, колбаса, оливье второй свежести, да? Да, да, конечно Обязательно нужно объедаться Некоторые третьи свежести И третьи свежести и так далее Поэтому, конечно же, мы выходим в самостоятельную жизнь Вот с такой базы, от которой нам потом очень сложно избавиться Поэтому мы устраиваем вот такие вот кулинарные шоу Пытаемся чему-то научиться А все это нужно учить с детства Поэтому когда... И я, собственно, как и советский ребенок Тоже питалась вот такими вот всякими отварными макаронами Борщами, котлетами и так далее И жареной курицей на бутылке Я помню, курицу сажали на бутылке Ставили в духовку И она вот так вот сидела И, собственно... Для вас это смешно, для нас это по-прежнему аппетитно, Ольга Так, и... Да Ну вот в какой-то момент, когда я стала жить самостоятельно Я поняла, что я так питаться не хочу Что мне так питаться не нравится И я поняла, что я не очень люблю мясо Курицу и так далее Ну и прочее Это понятно То есть вы стали вегетарианкой И решила сказать вегетарианкой Вегетарианка, понятно Просто... Не хотела Думаю, у меня это получилось Ольга, прекрасно Оля, действительно, как вы это лихо сделали Ну, этим молниеносным движением Раз, и пошел дождь из гренок Оль, посмотрите, пожалуйста Правильно, правильно Абсолютно Лук, вот вы зря Я всегда настаиваю, я чище лук Оставлю вам Так, единственное, что у нас сейчас, Ольга Будь то, что мы с вами очень любим Поскольку вы, человек, на телевидении Пришедший гораздо раньше меня Так И был еще тот период времени, когда Вы, Ольга, несмотря на свой юный возраст Находились в эфире А я сидел у телевизора В далеком северо-западном городе Что вы говорите? Да, занесенный пургой, бураном Матросы, опоясанные пулеметными лентами Думали ли вы тогда, юный мальчишка Юный питерский мальчишка Я уже тогда был не юн, я был бородат Думали ли вы о том, что когда-нибудь С этой девушкой по телевизору Я вообще об этом Будете готовить какой-то теплый салат? Теплый салат Я вообще не знал тогда, что есть салаты теплые Значит, друзья Пока Ольга Шелест перемешивает гренки А я напоминаю, что мы готовим сегодня теплые салаты Один из них будет Вот с такими гренками из черного хлеба Который он хорошенечко зажарит Чтобы была корочка Для того, чтобы сразу не впитывался сок От помидоров и от... Ну вот на самом деле, примерно в таком состоянии Они уже... Неплохо, да? Неплохо Я порезал тыкву Хватит нам столько? Хватит, но для этого нам нужна еще одна сковородка, наверное Это мы сейчас все сделали Ольга, я на секунду вас оставлю Короткая рекламная пауза на Первом канале После которой мы вернемся И узнаете, что треска В переводе со шведского означает Дорогой, помоги мне засегнуть платье Вадик, фильм начнется К Ленке сразу не лезь Она пускай попкорн ест Потом сама тебе Где-нибудь во второй части фильма На колени запросится Густав Флобер Воспитание чувств Дорогие друзья С Мак-Наперем канале У нас в гостях Ольга Шелес Сегодня В компании которой Мы Приготовили гренки Совершенно верно И в принципе Вот мы всыпаем уже в вазочку И сюда же в эту сковородку С этим же маслицем Мы А что же мы не нарезали помидор Там собственная маслица Они попросили, Ольга Потому и не нарезал Но сейчас нарежу Как нам нужно нарезать помидоры Тоже кубиками Небольшими Мы их просто слегка обжарим Тоже с помощью Вот маслицы Чуть-чуть совсем Чтобы они чуть-чуть Такими стали мякушками Мякушками Мякушками, да Чтобы ясачок тоже остался Который пропитает Вот эти хлебцы Да Вот так Вот так Ольга, а мне вот интересно Все-таки вы из города Набережной Челны Насколько понимаю У вас большинство членов семьи Живет в городе Набережной Челны Я правильно понимаю? Да, да Вот И конечно Богатые традиции мясные В этом городе Что тут говорить Вот как отреагировали Ваши ближайшие родственники Расскажите Ну на самом деле Для них это была конечно Такая просто моя Новомодная диета Ах, столичная фифа Посмотри, что вы думаете На которой я посижу-посижу И глядишь Опять захочу Каких-нибудь Маминых пирожков С мясом Или с ливерной колбасой Ой Ой Так Ну так вот Но на самом деле Со временем Они поняли Что это мой такой Ну стиль жизни Моя философия И теперь Когда я приезжаю домой Мама так же встречает Меня пирогами Но пироги эти Скажем так Постные То есть она Она прекрасно печет пироги Но она делает это На постное тесто Без яиц Без молока С тыквой опять же С картофелем С грибами Разные вкусности А теперь они Блют И следят Что я ем А что не ем И иногда говорят Осторожно Там сливочное масло Не надо туда ходить Вот Имея ввиду Дальнюю комнату Совершенно верно Потому что Следующий этап Ольга Вы отказались Сначала от мяса Потом вы отказались От всего Животного происхождения То есть от молока От яиц Скоро вам будет уже Может быть тяжело Находиться в одной комнате С мясом И с молоком И как говорится Нет Ну если вы Иван Были некоторые случаи Когда мы с Иваном Обедали за одним Столом И Иван употреблял Да И Потреблял Назовем это так Мясо Детеныша коровы И чего уж там Мясо практически Неродившегося Еще ягненка Более того Стояла просто Овца Рожала Прям на тарелку И я ел этого Вы же к этому Велитесь Давайте Вы же про это говорите Ну так вот Я в общем-то Прекрасно И спокойно К этому отношусь Потому что Мне кажется Что каждый выбирает То что он Хочет То что он Любит Есть И я знаю Что в Америке Даже существует Такая статья За преследование Вегетарианцами Мясоедов Вы знаете об этом Что если я Вегетарианец Буду говорить вам Иван Как вы смеете Это убийство Это животное Это кровь Она на ваших руках То меня могут За это привлечь Арестуйте ее И меня могут арестовать Поэтому Мне кажется Что это Выбор каждого Из нас Многовато Вы уже режете помидоров Увлеклите На что-то Ольга Знаете Я вам хочу сказать Нам нужно с вами Поменяться мамами Что вы говорите Да Это новомодная Тоже штучка Так У меня мама Вот в отличие От вашей мамы У меня как раз Наоборот Никогда Не было Мясных блюд У меня мама Наоборот Любит все Как раз Растительное И более того Сырое Я в детстве Помню Мне мама готовила Суп из крапивы Из лебеды Лук Лук так Колечечками Или просто меленькими Лук можно Колечечками Да Вот так вот Раз И все это Фигурненько Да Быстренько Скажем Взяли Да порезали Да Обжариваем тоже Помидоры Так Ольга Ну вы Много путешествуете Можете Особо запомнившиеся вам За последние ваши путешествия Блюда И деликатесы Которые вы попробовали И хотели бы Поделиться Этой радостной информацией С нами Вашими друзьями Не на самом деле Мое последнее такое Увлечение Это различные Лимонады И чаи Облепихов Груши Вы делаете сами Чаи облепихов Груши Все очень верно Покупаешь облепиху Можно ее заморозить Или купить свежую Подтолочь ее тоже С мяткой перемешать Например И можно даже с перчиком Чуть-чуть перчика Чтобы такая остринка Я вот два раза У вас случайно был в гостях Потому что Забегали дети Прятались И пришлось за ними заходить И что-то я Вот хотел бы я Ольга В следующий раз Если такое произойдет Настоять на Облепихово-грушевом чае Да Режется грушка Облепиха Тоже толчется мятка Немножечко перчика Заливается все это Вашим любимым чаем Это может быть зеленый чай Это может быть черный чай Да И эрлгрей туда же пойдет Да И все это выливается тоже В чайничек Настаивается И подается гостям С кусками сахара Красота Достаточно Да Они уже так немножко Припустились Поэтому мы вот так вот же Сверху Все кладем На хлебушек Значит перемешивать пока не надо Перемешивать вообще Этот салат нежелательно Потому что сразу все Значит друзья Преводится в такую кашу Гренки Помидоры Что мы добавим сверху Пожалуйста Ольга А я пока Начинаю разогревать Вот эту сковородку Да Масло нужно налить Серьезно Прямо можете лить 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 Это уже для второго салата Каперсы Ну тут по вкусу Кто какие каперсы любит Они бывают помельче Покрупнее Потверже И что еще? Все Все это заливается Трюфельным маслом Трюфельным маслом Вот Вот Пожалуйста заливайте Да Прямо уже А что? И не будем ждать никого Ну он же теплый Никто не придет? Угу Мы же можем начать пробовать уже Совершенно верно Что же нам ждать-то? И вот так Аккуратненько Тоже немножко И посолить Соль перед вами Да Мелкая есть крупная Есть просто куском большим соль Что вы говорите? Соль лизунец Ну вот так примерно Ну и собственно Я не рекомендую добавлять сюда Какой-то перец Или чеснок Или лук Это ну любите Трюфельное масло Да Здесь решается трюфельное масло И перебивать его еще чем-то острым Мне кажется Ой какой Аромат трюфелей Попробуйте Ольга Да? Красота Да Теперь это можно взбить чуть-чуть все вилочками И собственно Отберить И собственно подать То есть друзья Мы Сейчас Да-да Жарим Нагреваем Нагреваем сковородочку Что сначала Лук или тыкву? Сначала Можно все Нет Все вместе Лук Тыкву Туда же мы бросим Семена кориандра Есть у нас кориандр? Перед вами Мне кажется Это не кориандр Это именно он Конечно Это тимьян Что вы выдумываете? Тимьян Ольга Тимьян другой Тимьян А как он выглядит? Тимьян бедный Как тимьян выглядит? Такие маленькие веточки С такими маленькими листочками Вот это тимьян А вот термина А может быть тогда свежий кориандр? Давайте свежий Вот кстати тимьян Про который вы меня просили Вот тимьян Это розмарин Вот тут ты мама сдалась Это называется тимьян Именно У нас в деревне У нас в набережных села Это называется розмарин Розмарин Оля Ёлка Вот и выглядит как ёлка Там прям такие длинные штучки Это тархун Так ладно Верю тебе Что это? Это тимьян Это точно тимьян Бросаем туда Листики тимьяна Раз нет семян Мы можем просто вот так вот Прям веточку Раз Вшик Обдираем В обратную сторону Аккуратно Ой-ой-ой Надо потише сделать огонь Делаем Сейчас уже просто да И туда же Пока вы обдираете Я кладу Аккуратно Я знаю что она зашипит Вы имеете ввиду Предупредительный Туда же лук Лук А вот это мы будем добавлять Чтобы это не было Думаю что надо Смотрите как вы ловко Мой рецепт перечеркнули Давайте ничего не перечеркнули Одним жестом Это как раз тот самый кориандр Теперь сюда можно преснуть воды Ольга, ну дайте чуть-чуть этому пожариться Ну прошу вас Ну вы еще меня учить будете? Не буду Так, а кстати А вот это нам не нужно? Ох Конечно Нам же нужно пересушить Туда же Рубайте его На маленькие кусочки Может быть даже вода поменьше взять Потому что он же достаточно острый А перец чили может быть и сухой Может быть и свежий Может зеленый Может красный Кому какой нравится Да, понятно Смотрите как он наловчился За эти годы ведения программы Да, Ольга Понимаете? Это одно из умений Которые передаются по наследству От предыдущих ведущих Нет, от предыдущих ведущих У меня передаются другие умения Умения не просить деньги за свою работу Итак, друзья В подсолнечном масле Или в оливковом масле У нас тыква У нас лук Желательно красный Перец чили Тимьян И кориандр И кориандр Теперь мы выливаем сюда Водич Водич И закрываем Не закрываем все крышечкой А, изюмчик Изюмчик будет позже Закрываем Это все крышечка Я пошел за крышечкой А далеко упадете? Вы знаете Не так далеко Так, Иван Нам нужно порезать чесночок Подождите Мы вот это пробовать не будем Ольга Положите пока салатику Ну давайте Так Ну держите Держу Хватит вам суху? Да, мне хватит Смотрите Мне помидорку можно еще немножечко А то что-то вы мне хлеба-то навалили А помидоров не дали Друзья Рецепт салата От Ольги Шелест Мы обжариваем хлеб До корочки После того, как мы обжарили хлеб до корочки Мы его выкладываем И помидоры, порезанные кубиками Тоже Чуть-чуть Чтобы они стали чуть-чуть Мягкими Сок выпустили чуть-чуть После этого мы все это смешиваем С каперсами И добавляем соль И трюфельное масло Ольга Не даст салата Пробуем Пробуем Ну Ну Да Ольга А вкусно А то А почему никто не хлопает Пока вы здесь стоите А я скажу Объявлю Рекламу Ну что, друзья А у нас Рекламка Рекламка серой мышкой Забежала к нам в подвал Смотрите рекламу на первом канале После которой мы вернемся И вы знаете, что не суаз В переводе с армянского Означает А любопытную Варвару Мы накажем Виталик Виталик Мы с папой уезжаем на дачу Вот тебе ключ от бара Завтра бабушка приезжает из Углича Иван Сергеевич Тургенев Накануне Дорогие друзья Сматривайте на канале У нас в гостях сегодня Ольга Шелест И мы с Ольгой готовим теплые салаты Один теплый салат Из гренок, помидоров, каперсов И трюфельного масла Мы уже назовем Заточили О да Оприходовали И осталось нам Попробовать салат Из теплой тыквы В самом деле Это Такая кисло-сладкая тыква То есть это такое будет Это немножко азиатская такая история Вот в общем-то мы все это припустили Потушили немножечко Теперь выпарилась вода Вода выпарилась Вот сейчас тот самый процесс Когда тыква уже Мягенькая Но при этом еще целенькая Мягенькая Но целенькая Совершенно верно Нам нужно добавить Столовую ложку бальзамика Бальзамического уксуса Так Столовая ложка винного уксуса Винного уксуса Так Если винного уксуса нет Можно просто Вина Белого Ну а почему нет Лобочка вина Даже вот тут полторы ложечки Прекрасно Так Так Сюда же мы бросаем Горсть изюма Сюда же мы бросаем Что так мало вы бросили изюма Мне кажется, чуть-чуть побольше Вот прям горсть Вот так Пожалуйста Горсть греческих орехов Я бы это назвал кедровыми Ой Но из Греции Кедровых орешков Совершенно верно Но из Греции Так, что еще? Чеснок Чеснок Совершенно верно И что, ножки вот эти? Сюда же чеснок Но чеснок он в большей степени Для вкуса, скажем так А потом, кто не любит чеснок Он может просто его на краешек тарелочек Скажем так Вот Но это очень вкусно Ножки Именно стебель петрушки Не листья Потому что листьями Мы потом просто будем украшать Этот салат И вот сейчас Вот в этом Мы должны это все пожарить Совершенно верно Это у нас Все должно Вот так вот Поперемешали И сейчас По сути Напомню вам Нужно ли Сахар сейчас туда Совершенно верно Что-то Я расслабилась Смотрю Вы прям так ловко все делаете Мне кажется Что сахар-то что нам даст? Он даст карамелизацию Давайте Засыпали Отлично И вот теперь, друзья Самое вкусное Тыква и лук По своим свойствам Начнут карамелизироваться Значит Все И вот в этом виде Он еще какое-то время Да Должен потушиться Вот это все Ну просто пропитывается вкусами И параллельно Еще немножечко обжариваются орешки Тыква становится Более Такая какая-то Более прозрачная Сахар-сахар Ну и как вы понимаете Это абсолютно диетическое Абсолютно вкусное Ольга, можно я скажу Не очень калорийное Можно я скажу Для чего Вот все зрители Которые говорят Ну что такое Как это Как вот эти Веганы То что Да, веганы же Это называется Веганство Как это так радикально Можно отказаться Но я могу сказать, друзья И главное Что едят Что не едят Очень все просто Веганы Это те, кто держит Православный пост Просто круглый год Великие Правильно, что я понимаю? То есть великие Сильные люди Да Именно это Веганушки Да Ольга Ну что же Давайте пока Пока у нас есть Несколько секунд Все зажаривается Позвольте, Ольга Угостить вас С соком И с гранатом Мне кажется Вы как человек Который следит За своим Образом жизни Абсолютно Сок граната Что может быть лучше Чем Что может быть Железо 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 У нас просто тут Такой прибор И сборка Который одновременно Является С одной стороны Блендером А с другой стороны Соковыжимателем А база у них Одна Ну-ка Смотрите Смотрите Нажимаем Вот Вот это да Понимаете? И все А немного Там сок Ольга Нет, я имею ввиду Так быстро Конечно Я могу Сейчас Предложить Поскольку После вашего Рассказа О здоровом Образе жизни Алкоголь Не поднимается У меня Рука Вам предложить А вот А вот Смотрите А вот Богатые Витаминами Посмотрите Копенка Остается Внутри Копенка Остается Хотите С пенкой? Нет Знаете Это как В хорошей пивной Дорогая Ольга Подождем Пускай постоит А если его оставить Так на 7 лет Получится неплохое вино Что вы говорите? Какая прелесть Значит Или уксус Ну слушайте По-моему Ты уже поджарилась Очень вкусно Ну смотрите Когда зарумянились И орешки И чесночок зарумянился Но главное Чтобы все пропиталось Ой Вот пахнет очень вкусно Мне кажется Готово Нет? Абсолютно Готово? Выключаем Выключаем Друзья Так Засыпайте зелень Бросаем петрушечку Просто листья петрушки Друзья Ну почему же никто не хлопает? Почему же никто не хлопает? Ольге Шерест Которая приготовила нам салат Который причем мы попробовать Я расскажу Как мы делали Тыква Нарезается Длинными Брусочками После чего Эта тыква Вместе с луком Вместе с луком Помещается в сковородку В которой уже находится Масло Растительное И в этом растительном масле Уже находятся Веточки тимьяна И кориандр И кориандр Сухой После этого Все это обжаривается Сначала протушивается Со стаканчиком воды С полстаканчиком воды Да Самое главное Чтобы тыква стала мягкой И вот после этого Вы добавляете сюда изюм Помогаете мне Кедровый орех Базамический уксус Ложку винного уксуса Ложку сахарного песка Сахарного песка И чесночок И чесночок мелко порезанный И петрушечку Стебелечки Петрушечки И все это Друзья Вы еще минут 10 Обжаривайте Чтобы все это перемешалось Наполнилось ароматами Карамелизов Из-за сахара И вот после этого Вы это уже сверху украшаете Петрушечкой И говорите Ольга Владимировна Пожалуйста Отведайте матушка Нашего Постного Салатика теплого Который мы назовем Так Ольга К сожалению Сейчас пересматривает Фрэйсиса Форда Коппола Апокалипсис нау Поэтому она недоступна Ольга Так мы его назовем Апокалипсис нау Следите за нашими руками Ммм Ммм Да? То, что нужно? Угу Ну вот в общем-то Пользуйтесь на здоровье Теперь можно запить уже Ольга Не просто запить А я хочу поднять этот бокал За вас За вашу семью За ваши Удивительные открытия В гастрономическом мире За вашу стойкость Потому что не так просто Все равно Что бы вы ни говорили Быть вегетарианцем Когда рядом человек Ест пожарскую котлету За Ольгу Шелест Друзья Поаплодируйте Спасибо Будьте здоровы И вы будьте здоровы Вкусный Вкусный Да? Да Неядреный такой Да? Такой мягенький Ольга От нашего спонсора Чайник Ботт Который сам заваривает чай Любой крепости И сорта Для Ольги Шелест Аплодируйте Спасибо большое Друзья Ольга Шелест Сегодня смахивочка На секунду На секунду Я вынужден бежать сюда Для того, чтобы Друзья сказать Все Сколько бы вы не просили Руководства Детских и юношеских Программ Центрального телевидения О том, чтобы мы выходили В 7-часовой версии К сожалению, пока 30 минут Увидимся с вами в следующий раз И вы узнаете, что Курага В переводе с белорусского Означает Это только ножка А я думал, будет целая курица Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова